Это новости на РТВ. Меня зовут Сергей Кения. Здравствуйте. Итак, сейчас в мире. Коротко о главном. Президент России провел ежегодную пресс-конференцию. Владимир Путин ответил на вопросы об экономической ситуации в стране, о конфликтах в Украине и Сирии. Не обделил вниманием и ныне вражескую Турцию. Глава Кремля много шутил, что не помешало ему быть в некоторых вопросах предельно жестким. Впрочем, наблюдатели подсчитали, 11-е общение президента с представителями СМИ было одним из самых коротких за последние годы. Моя коллега Нина Шамуге выслушала Владимира Путина. Если кто-то в турецком руководстве решил лизнуть американцев в одно место, не знаю, правильно ли поступили или нет. Словесную войну между Турцией и Россией продолжил Владимир Путин. Внушительная часть большой пресс-конференции главы Кремля по итогам года уходящего была посвящена удару в спину, который Анкара нанесла Москве, сбив российским бомбардировщик Су-24. Судя по настрою президента России, главе турецкого государства, поздравительные открытки с Новым годом от российского коллеги ждать не стоит. С действующим турецким руководством, как показала практика, нам сложно договориться или практически невозможно. Даже там и тогда, где и когда мы говорим «да, мы согласны», они сбоку или в спину наносили нам удары. Причём по непонятным абсолютно причинам. Отчего добились? Они что, думали, что мы оттуда убежим, что ли? Да нет, конечно. Россия не та страна. Мы своё присутствие увеличили. Количество боевой авиации увеличено. Там не было системы ПВО российской. Теперь С-400 там стоит. Если раньше Турция там ещё летала и постоянно нарушала воздушное пространство Сирии, ну теперь пускай полетают. То ли угроза, то ли предупреждение. В Ангаре сразу после инцидента с бомбардировщиком решили не испытывать судьбу и прекратили полёты своих ВВС на территории Сирии, где Россия ведёт антитеррористическую операцию против исламского государства. И как не раз подчёркивали в Москве, в отличие от международной коалиции под эгидой США, Россия в Арабской Республике действует легально, то есть с разрешения и по просьбе Дамаска. Никаких иных скрытых интересов Москва, по словам Владимира Путина, на Ближнем Востоке не преследует. Я считаю, и у нас некоторые считают, да, нам нужно иметь базу. У меня нет такой уверенности. Ещё и почему. Вот я разговаривал с европейскими коллегами, они мне говорят, а, знаем-то, вот-то там, наверное, вынашиваешь такие мысли. Я говорю, зачем? Ну, чтобы здесь держать всё под контролем. А зачем нам там держать всё под контролем? Это вопрос такой очень серьёзный. Мы же показали. У нас не было, по сути, ракет средней дальности, мы всё уничтожили, потому что они у нас были только на земле. Американцы уничтожили то, что было на земле, першинге, но на море и томагавки, и на авиационных носителях, на самолёнах оставили. У нас там не было. Теперь есть. Одна тысяча пятьсот километров морская калибра, вторая ХАЗ-101 на самолётах, четыре с половиной тысячи. Нам зачем там база? Если кого-то надо достать, мы и так достанем. Вновь звучит угрожающее, по мнению наблюдателей, в данном контексте речь в последнюю очередь шла об исламских террористах. Вообще, в ходе своей беседы с журналистами, Путин мало говорил об ИГИЛе, обосновав это тем, что они марионетки. Кукловоды далеко от Ближнего Востока. ИГИЛ – это уже второстепенная вещь. Я скажу сейчас о своих собственных наблюдениях. Вот в своё время зашли в Ирак, разрушили страну. Хорошо, плохо, неважно. Возник вакуум. Потом возникли элементы, связанные с торговлей нефтью. Потом для того, чтобы защищать эту контрабанду и незаконный экспорт, нужна военная сила. И очень хорошо использовать исламский фактор, привлекать туда пушечное мясо под исламскими лозунгами, которые на самом деле просто исполняют игру, связанную с экономическими интересами. Вот так, на мой взгляд, в конечном итоге возник ИГИЛ. У экспертов сложилось мнение. В 2016 году Россия продолжит свою политику на Ближнем Востоке. И, судя по словам президента страны, политика эта будет далеко не миролюбивой. Продолжаем. Британцы хотят слишком многого. Глава Евросовета Дональд Туск сегодня заявил, некоторые из требований Лондона по реформе ЕС являются неприемлемыми. Власти Великобритании, напомню, выступают против увеличения полномочий Брюсселя в ущерб стран-членов. Нынешнее правительство Соединённого Королевства не раз заявляло и о желании покинуть ряды Евросоюза. Тема британского присутствия в ЕС включена в повестку саммита лидеров Содружества, который проходит в Брюсселе. Комментируя предстоящий разговор о судьбе Содружества, глава Евросовета Дональд Туск заявил, цитирую, «Ставки настолько высоки, что мы не можем избежать серьезной дискуссии без всяких табу». Конец цитаты. Лидера французских националистов обвинили в пропаганде жестокости. Под шквалом критики оказалась Марина Пянк, глава Нацфронта, одной из трех ведущих политических партий страны. Лидер правых известна своими нападками на мигрантов и мусульман. После того, как один из французских журналистов сравнил ее партию с группировкой «Исламское государство», она решила выложить в интернет фотографии зверств джихадистов в Сирии и Ираке. Но эти действия сыграли с женщиной-политиком злую шутку. Полиция начала предварительное расследование по факту пропаганды жестокости и насилия. А глава МВД Бернар Казнёв пошел еще дальше, обвинив Лёпен в пропаганде «Исламского государства». Это были все новости, о которых мы успели рассказать вам к этому часу о развитии событий в следующих выпусках на РТВИ у моих коллег. А у меня на этом все. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова